Автомобили, созданные в единственном экземпляре, это не только концепты, построенные для демонстрации на различных авто-шоу. Часто богатые и состоятельные люди заказывают у автоконцернов эксклюзивные версии известных моделей, либо сами автокомпании выпускают такие в честь памятных дат. Майбах Экселера. Пожалуй, один из самых роскошных и дорогих суперкаров в мире. Построенное в 2005 году на базе лимузина Майбах 57 спорткупе было сделано совместно с немецким производителем Schinfalder ради демонстрации нового поколения высокоскоростных покрышек компании, которые были рассчитаны на скорости свыше 370 км в час. В 2011 году автомобиль был куплен за 8 миллионов долларов американским рэпером Брайаном Уильямсом, выступающим под псевдонимом Бордман. А еще год спустя Демло объявил о том, что ликвидирует марку Майбах, которая последние несколько лет приносила концерну только убытки. Феррари F12 Berlinetta Trace. Собранный по заказу клиента, чье имя не разглашается. Заказчик попросил в Феррари сделать особенную, открытую версию купе F12 Berlinetta. По неофициальной информации, стоимость этой уникальной машины составила более 4,2 миллиона долларов. McLaren X1. Эта модель сделана инженерами сектора Special Operations по спецзаказу тайного покупателя из Ближнего Востока. Все пожелания будущего клиента обошлись в 7 миллионов долларов. Porsche 911 Panamericana. Автомобиль был подарен на день рождения директору компании Porsche Ferry Porsche в 1989 году. Примечательно, что его дизайн разрабатывал Harm Lageri, тот самый, который несколько лет спустя подарил миру легендарный Porsche Baxter. Ford GT90. Концепт, показанный в 1995 году на автосалоне в Детройте, позиционировался производителем как самый могучий суперкар в мире. Действительно, 12-цилиндровый агрегат автомобиля с четырьмя турбинами выдавал 720 лошадиных сил, а заявленная скорость GT90 составляла около 407 километров в час. К слову, практически такой же скоростной показатель имел суперкар из суперкара Bugatti Veyron, который появился через 10 лет после концепта Ford. Rolls-Royce Hyperion. Это эксклюзивное авто заказал коллекционер Roland Hall. Rolls-Royce Hyperion был сделан в 2008 году и представляет из себя кабриолет, чья внешность навеяна образами моделей, выпускаемых кузовным отелье Rolls в 1930-х годах. Дизайном занималась легендарное отелье Pininfarina. Cadillac Sien был разработан и собран специально в честь столетнего юбилея компании. Как и подобает юбиляру, Sien был оснащен самыми последними на тот момент технологиями. Он имел комплекс спутниковой коммуникации OnStar, систему голосового управления Коммунипорт, ассистент парковки и систему ночного ведения, которая могла проецировать изображение дороги на лобовое стекло. Хотя, все это никак не пригождается ему в жизни, автомобиль стоит в музее компании. BMW Grand Coupe Pininfarina Lasso. По названию нетрудно догадаться, какие именно компании приложили руку к созданию этого автомобиля. Четырехместный интерьер купе отражает, как говорят создатели, слияние современной элегантности и уверенной динамики. Он отделан дорогой кожей и древесиной калори. Peugeot Onyx. Оригинальные французы построили суперкар с каменным названием из необычных для такого дела материалов. Помимо уже привычного карбона, в конструкции Peugeot Onyx были использованы медь, войлок и бумага. Французы сразу заявили, что не будут выпускать Onyx серийно, однако дали понять, какому стилистическому направлению они собираются следовать в будущем. В частности, главный дизайнер Peugeot Jules Vidal обмолвился, что передок концепта дает представление о том, как может выглядеть передняя часть у следующего поколения моделей 308 и 3008. VASRA PAN Отечественному автопрому тоже есть чем пополнить список штучных экземпляров автомобилей. VASRA PAN – первый концептуальный российский электромобиль, представленный на Парижском автосалоне. Выпущен он был в 1998 году в единственном экземпляре и, к сожалению, не получил даже мелкосерийного продолжения. Говорят, что к проекту пробовали привлечь РАЕС России для дооснащения имеющихся автозаправочных станций специальными электрическими заправками, но они не заинтересовались. VASRA PAN ВАЕС РАЕС 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 ПА А самая высокая цена заплаченная за внедорожник. Разгоняется этот монстр до скорости 312 км в час, а 100 км набирает за 5,2 секунды. Имеет 6-литровый двигатель с 552 лошадками. Mercedes-Benz 2 300 Неизвестный состоятельный человек из Восточной Европы решил побаловать себя эксклюзивным автомобилем. Воплощение своей мечты он доверил концерну Mercedes. Его идея состояла в том, чтобы из легендарного Mercedes-Benz 300 SK 1955 года, которых было выпущено не более 100 экземпляров, сделать современный родстер на базе SOS AMG. В итоге, получился уникальный монстр Гулинг Америк, цена которого держится в строгом секрете. Mercedes-Benz 2 300 SLK снабдили V8 на 571 лошадиную силу, максимальная скорость 315 км в час, разгон до 100 км занимает 3,8 секунды. Насколько изменился дизайн родстера, судите сами. Sparrow GT1 Sparrow GT1 является единственным в своем роде. Он был собран в честь победы команды Mercedes в гоночной серии Le Mans в 1999 году. Автомобиль оснащен 7,4-литровым двигателем V8 мощностью 450 лошадиных сил. Сейчас, конечно, может показаться, что это не так уж и много для такого огромного двигателя, но в то время такая производительность казалась просто огромной. Двигатель установлен сзади и прямо по центру усиленного композитного кузова. Lamborghini Egoista В 2013 году на праздновании своего 50-летнего юбилея компания Lamborghini представила удивительный суперкар Lamborghini Egoista. Главная особенность юбилейной новинки, символизированная ее названием, состоит в том, что салон, а точнее кабина пилота, вместо дверей у концепт-кара откидная крыша или по военному фонарь, рассчитана лишь на одного человека. Внешний облик, равно как и интерьер Egoista, перекликается с военной авиацией. В движение автомобиль приводит 5,2-литровый мотор V10. В конструкции Sportcara широко используется углеволокно, за счет чего масса автомобиля составляет всего около одной тонны. Если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал.